Здравствуйте, уважаемые друзья! Всех приветствует телеканал Ля Минор. Начинается программа, которая называется «К нам приехал». Уникальный музыкант. Говорить много не буду, остальное будем выяснять во время разговора. Сегодня к нам приехал, друзья, Юрий Щербаков. ПЕСНЯ 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 В этот момент, друзья, обычно звучат аплодисменты, я уверен. Юрий Щербаков выступает. Юра, привет. Здравствуйте. Расскажи чуть-чуть о себе, откуда ты приехал, как давно занимаешься музыкой и что в основном исполняешь. Потому как, ну, я знаю, что ты вроде бы как сам не сочиняешь. Кто знает, может быть, ты уже это начал делать. Сочинять я ничего не сочиняю. Ну, во-первых, приехал с Волгограда. Занимаюсь отставить. Приехал с Волгограда и песни играем в основном своего региона, своих дедов, праздников. Деды для меня не только родные, а все деды для меня и другие, как говорится, не по крови, не генетически. Другие деды тоже родные, потому что от них черпаешь песни, какие-то знания берешь для себя и стараешься сохранить что-то свое. Потому что, ну, я не знаю, другую музыку в основном не сильно воспринимаю, есть, конечно, хорошую, но в основном-то по фольклору я увлечен. Так надо сохранять свои корни, помнить об них, чтить, почитать и уважать свою культуру, в конце концов. Друзья, Юрий Щербаков из Волгограда, замечательный артист. Об успехах Юрия поговорим чуть попозже. Я расскажу просто, как я с ним познакомился. Случайно в интернете скачал альбом, который называется «Романсы...» Вот здесь могу путать. «Верхнего Дона». «Романсы Верхнего Дона». Послушал, пришел в неописуемый восторг и, наверное, в течение полугода-года пытался разыскать Юрия Щербакова. Не получалось, но потом уже Господь помог, в общем, свел с людьми, которые Юрия знают, благодаря чему, собственно говоря, Юрий сегодня здесь. Сколько альбомов уже вышло, Юр? Потому что, насколько я знаю, что «Романсы Верхнего Дона» — это был первый альбом, и там собраны как раз «Романсы Верхнего Дона». А, кстати, как бы ты назвал сегодняшнюю программу, которую будешь петь здесь, на «Ля Миноре»? Ну, не знаю. Наверное... Не знаю, Ёшкин, как это назвать правильно. Ну, в память предкам, наверное. Вот так бы. Поэтому и начал «За курганом пики блещут». Эта песня была записана в станице Алексеевской. Александр Иванович. Вот вылетела у меня фамилия его. Бикасов Александр Иванович. Юр, короткий вопрос. Сколько альбомов на данный момент существует? То есть продается? «Романсы Верхнего Дона». Потом «Была весна», там двойной диск. Ну и вот этот последний парень в кепке. Крайний. Надеемся, крайний. Давай продолжим петь. «Разбудил меня стон» у тебя запланировано. Ну вот «Разбудил меня стон». Это почему мы жили в Наваненке. В 2001 году уехали в Волгоград. И вот так стало тяжко, как на душе. А там же и с бабушками пели, и все. И вот сначала, значит, петь. Но ведь с этого началось вот так вот. По гармошечку один был. Ну, еще и в ансамбле занимаюсь. Но это, может быть, после потом расскажем. А так вот начал потихоньку с гармошкой. Очень понравилось. Разбудил меня стон. Я в ней очень влюбленный. Бабушка у нас, Конкина, ее хорошо дешканила. Тетя Шура. Вот. Поэтому начну я. Разбудил меня стон в эту темную ночь. Предо мною цыганка стояла. И просила я, чтобы я ей помог, О, шатра, ее дочь умирала. Я пошел след за ней, хороша и бледна, на лохмотьях цыганка лежала. И из-под шале цветной, из груди молодой, Кровь и горячей остройкой бежала. Подошел и ближе к ней губы стали шептать. Ой, как сильно его я любила. За измену его, за неверность ко мне, Я по ручку кинжал в грудь вонзила. Он ушел от меня, он не любит меня. У нашу варенбургские степи. А цыганевская кровь горячая и горда, Не оденеть позорные цепи. Наклонилась и над ней перестала дышать, На востоке заря занималась. Лишь по-прежнему плакала старая мать, И до широкой степи волновалась. Лишь по-прежнему плакала старая мать, И до широкой степи волновалась. Друзья, и вновь аплодисменты звучат в этот момент, я уверен, при выступлениях Юрия Щербакова. Юр, скажи, пожалуйста, вот у кого ты обучался? Или впитал уже с молоком матери, что называется, эту манеру петь? Предварю вопрос такой истории. Как-то раз, приехав ко мне в гости в офис, Лена Ваенга, популярнейшая автор и исполнитель своих песен, спросила, есть ли что-нибудь интересное, на мой взгляд, сейчас вот в музыкальном мире. Я был тогда просто очарован твоим первым альбомом, и я ей его показал. Она сказала, что, конечно, она была потрясена, попросила тут же сделать ей копию. Сейчас, кстати, поет одну из народных песен на своих концертах, с этого альбома, правда, не могу вспомнить, какую. И она сказала, очень четко, она сказала, этот человек либо крайне долго учился манере, либо вырос там, где так поют всю жизнь. Ну, с мальства я просто, как себя помню, с маленького возраста, довелось мне, вот, вот, застал я своего прадеда живым еще, всем он царство небесное, предкам. Ну, вот, застал живым, и учил мне первую песню, такая, как из-за леса горкой по мечей, вот, конь боевой с походным югом, мы с ним разучивали, вот. Так как он потом перешел к Буденному служить, сами знаете, гражданская война, и все, то от красным, то к белым переходили. В роду все были казаками. Вот. И вот, что-то, может, и передалось. В чистом поле по неволе тоже вот песню тоже с ним учили. И в семье мы всегда играли их. Играли, так у нас говорят, что играете песню. Давай сыграем, вот. За столом, вот, помню тоже, собирались всей семьей. Ежели кто-то не пришел, там, ну, праздники отмечали всегда семейные. Если кто-то не пришел, он мог и под затыльник заехать, прямо принародно, да. Это вот так было. Если уважительной причины не было, почему он не явился. Вот так вот все играли песню. Может, что-то и передалось. Юр, давай играть песню. Дальше. Я когда-то была молодая у тебя запланирована. Ну, я когда-то молодая. Значит, песня для женщин. Ха-ха. Я когда-то была молодая, Мне в окошко святила луна. Появилась прятка седая, И луна мне теперь не нужна. Появилась прятка седая, И луна мне теперь не нужна. Ты сумел растопеть во мне леденку, И луна стала ярче свететь. Попрошу я у дочки косым-пом, Чтоб к тебе на свидание прийти. Я надену красивое платье в эту ясную лунную ночь, Что с моёю душою творится, Не поймёт моя юная дочь. Что с моёю душою творится, И не поймёт моя юная дочь. Пройдёт время, И дочка полюбить, И взгрустнёт, Да ей заплачет не раз. Её моё запоздалое счастье Пусть простит моя дочка сейчас. И я когда-то была молодая, Мне в окошко светило луном, Появилась опрятка сядая, И луна мне теперь и не нужна. Появилась опрятка сядая, И луна мне теперь и не нужна. Друзья, продолжается. Программа «К нам приехал», Так она называется. Вы смотрите телеканал «Ля минор». Юр, скажи, пожалуйста, Как случилось так, Что твои песни, Песни в твоём исполнении Будут звучать в одном из фильмов, Который выйдет совсем скоро на экраны, И который снимал Никита Сергеевич Михалков? Вот девушкин код, а. Я бы, конечно, сейчас ничего про это не ударил. Фильм уже совсем скоро выходит, Я думаю, что тайны здесь никакой нет, А наоборот, сделать такой небольшой крючок Для телезрителей, Что в этом фильме можно будет увидеть И твои песни, Я думаю, что это только хорошо. Ну, там одна имел деньги при большей, Песнь будет. А как получилось? Получилось как. Ну, пригласили, вот так и получилось. Ну, а как вот люди, Которые снимали фильмы, Узнали про тебя, Узнали о том, как ты можешь петь? Ну, я, честно говоря, не знаю, Просто-таки как-то диск там попал, и всё. Выбрали эту песню. Попал диск, переписанный от кого-то как-то. Ну, всё. Я не буду там, ну, ничего говорить, в общем. Никита Сергеевич не был удивлён, Что ты достаточно молодо выглядишь По сравнению с тем, Как иногда можно представлять тебя, Слушая записи. Не знаю. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, добрый вечер. Как зовут вас? Здравствуйте. И, пожалуйста, вопросы. Юрия Щербакова. А, я... Не, не, алло. Здравствуйте. Вы мне говорите? Вам говорю. А, я из Одинцова, Нина Васильевна. Я очень благодарна вам за эту передачу сегодняшнюю. Я прям с удовольствием слушаю. Дай Бог здоровья. И творческих успехов вот сегодняшнему профессу. До свидания. Спасибо. Юрий Щербаков. И вам спасибо. Так зовут нашего сегодняшнего гостя. Друзья, запоминайте в дальнейшем в программе «Любимые песни». Я уверен, можно будет заказывать песенки. Юр, вот твои песни, те песни, которые ты исполняешь, Я бы ещё назвал так «Жестокий романс». Там всё-таки всё по-настоящему, как принято в народных песнях. Да, то есть, если уж кинжал, так по самую грудь. Если уж обида, так, в общем, тоже. Давай играть песню. Следующая у тебя задумано... Задумал я жениться. Жениться. Ну, вот эта песня... А мне чуть-чуть можно рассказать? Дужно. Тоже была записана в станице Алексеевской. Тоже от того же исполнителя, от Александра Ивановича Декасова. И вот как-то был случай у нас в армии. Ротный говорит, давайте подберём какую песню. Ну, и предложил ему задумывая жениться. Ну, говорит, интересно. Ну, и так и подмарш у нас. Ну, все же там речитативно пошли, да? Если песня не нравится, с тобой смотрим всё. И вот шагаем. Раз, два, раз, два. Задумывая жениться в семнадцатом году. А потом речитативно. А дело не кляится, невесту не найду. Эх, живо, живо. И всё. А там же сейчас услышите по словам. В общем, нашему комбату не понравилось. Говорит, упор лёжа принять. И все отжимались вместе с Ротным. Вот такое дело. За выбор песни. Служил, да. 1992-й я служил. Задумал я жениться в семнадцатом году. Ай, дело да не клеится, невесту не найду. Ой, ой, живо, живо. Даёшь и пару пива. И парочку девчат, чтобы было с кем начать. Ах, вот ты живо, живо. Даёшь и пару пива. И парочку девчат, чтобы было с кем начать. Родимый ты, мой батюшка, женеться я хочу. Не шучь ли ты, Ванюшка? Ей, Богу, не шучу. Ай, ой, живо, живо. Даёшь и пару пива. И парочку девчат, чтобы было с кем начать. Радимый ты, мой Ванюшка, умельника есть дочь Он за тебя бездельника, отдать ее не прочь Ах, и вот ты жива-жива, даешь ей пару пива И парочку девчат, чтобы было с кем мурчать Ох, а вот, эй, даешь ей пару пива И парочку девчат, чтобы было с кем мурчать Коровушки, лошадушки и несколько овец И будешь ты, мой Ванюшка, богатый, как купец Ай, ой, и жива-жива, даешь ей пару пива И парочку девчат, чтобы было с кем мурчать Ох, а вот, эй, даешь ей пару пива Хотя она горбатая и не дожгла умом Зато она богатая, приданный полный дом Ай, ой, я жива-жива, даешь ей пару пива И парочку девчат, чтобы было с кем мурчать Ах, а вот, эй, жива-жива, даешь ей пару пива И парочку девчат, чтобы было с кем мурчать Родимый ты, мой Ванюшка, я лучше утоплюсь Ай, на горбатой дурочке, ей-богу, не женюсь Ах, а вот, эй, жива-жива, даешь ей пару пива И парочку девчат, чтобы было с кем мурчать Ах, а вот, эй, жива-жива, даешь ей пару пива И парочку девчат, чтобы было с кем мурчать И что это за куколя, и что это за жена И денька не копейки, а нам водочка нужна Ах, а вот, эй, жива-жива, даешь ей пару пива И парочку девчат, чтобы было с кем мурчать Ах, а вот, эй, жива-жива, даешь ей пару пива И парочку девчат, для зачатий казачат Можно понять, командира батальона, в общем-то Наказавшего за выбор песни Юра, у меня прям крутится в голове Ввиду того, что ехал в машине, как раз слушал твой диск Как была эта, нет, а зачем эта ночь так была? Ты споешь ее, или как? Просто я смотрю, что она не запланирована Так, ну Вместо моего вопроса сейчас личная просьба Дай бог, чтобы она не вылетела Сейчас из головы, из памяти Ай, как была эта ночь Ночь была хороша И не болела бы грудь И не страдала бы душа Полюбил я ее Полюбил горячо Ай, полюбил я ее Полюбил горячо Ай, она на любовь Смотрит так холодно Ай, она на любовь Смотрит так холодно И не понравился ей Моей жизни конец Ах, не понравился ей Моей жизни конец И с пастелым назло А мне пошла под венец И с пастелым назло А мне пошла под венец И не видала я нам Как я в церкви стоял Прислонившись к стеням Безутешно рыдал Ах, прислонившись к стеням Безутешно рыдал Звуки вальса не слись Веселился ведь зал По звуке вальса не слись Веселился ведь зал Я в комору своем Пробирался с трудом Эх, я в комору свою Пробирался с трудом Вынул острый кинжал И зарезал себя Ой, вынул острый кинжал И зарезал себя Как же эта любовь Пророжает без меня Ай, как была эта ночь Ночь была хороша Не болела бы грудь Не страдала бы душа Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Добрый вечер, как зовут вас? Откуда позвонили? И, пожалуйста, вопросы Меня зовут Нель Павловна Так Я звоню из Тольятти Вообще, жила раньше в детстве на Урале Ну, в общем, хорошо-то как Я просто вот как будто в детство попала Спасибо вам большое Очень хотел бы приобрести ваш диск Спасибо огромное, Нель Павловна, за вопрос Юр, кстати, вот у меня вопрос по поводу дисков Да, а кто Кто догадался записать тебя и издать диски? Потому что, объясню вопрос Потому что то, что ты делаешь Это настоящее, исконное В отличие от огромного количества Лубочного, такого, пластмассового, непонятного Который обычно выдается за национальный фольклор Да, вот мне кажется, что как раз Наши-то песни, они вот эти и есть Отчасти это жестокий романс Отчасти это протяжные Не всегда веселые Но всегда обладающие каким-то вот Таким воздействием на душу Что прям вот Все очень серьезно Ну вот, первый диск, от которого Роман сидел к нему Дон Был такой Андрей, ну, есть Андрей Сластенов Он ходил к нам в ансамбль Это зять нашего руководителя Своего Григория Никитенко И вот он мне говорит Давай запишем А я говорю, да ну Ну и записали Так что это Пошло-поехало потихоньку Должен сказать, что, друзья Большое количество людей Мечтает о подобной карьере Пыжатся, что-то пытаются У нас в гостях человек, который говорит Ну вот предложили записать Ну записали Так оно пошло-поехало Алло, здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер, как зовут вас? И пожалуйста, вопрос Юрию Щербакову Меня зовут Ольга Я из Красноярского края Вопросов нет Хотелось поблагодарить За доставленное удовольствие исполнителя Спасибо, Христос Большое спасибо Очень приятно Слушать, смотреть Получить удовольствие Спасибо вам огромное Это еще не все Впереди нас ждет Ох, несколько хитов Это уж я вам гарантирую Юр, за морем солнце просеяло За лесом За лесом солнце просеяло Ну вот ее тоже у нас играют До сей поры И на Вайнском По Хаперскому огру точно И на Нижнем Дону ее тоже играют Не всегда А у нас играет точно За лесом и солнце просеяло Там и черный ворон прокричал Прошли часы мои минуты Когда с девочонкой угулял Прошли часы мои минуты В городом с девочонкой угулял Былоча кончу я работу Спешу, а на улицу к друзьям Теперь а служба предстоян Спешу, я коника седлать А теперь мне служба предстояла Спешу, я коника седлать Седлать, а мне коняк не думал Черкесским и убранным седлом А я седу, седу и поеду В чужие дальние края А я седу, седу и поеду В чужие дальние края Быть может, ведь металка Коробинка Убьете аминенее за кустом А шашка, а я на лихонике Разрубите череп дым мозга А шашка, а я на лихонике Разрубите череп дым мозга И кровь, кровь горячая Польется, польется И быстрой рекой А сердца на мастре пыхнется А я не вернусь в край родной А сердца на мастре пыхнется А я не вернусь в край родной Прощай, девочонка молодая Прощай, любимый хуторок Прощай, девочонка молодая Прощай, лазуревый цветок Прощай, девочонка молодая Прощай, лазуревый цветок Продолжаем программу Юр, что такое лазуревый цветок? Ну вот, я как знаю, дикой тюльпан Посеред степи, да Просто есть коллектив, он так называется Они поют, тоже у них есть очень удачные Прям удачная-удачная песня Здравствуйте, алло Алло, здравствуйте Добрый вечер Баба сегодня из Московской области Город Талдам Очень приятно Юрий Щербаков, ваши вопросы Город Талдам, Кончистин Нина Алексеевна Очень приятно смотреть вашу передачу Мы первый раз такую передачу видим Так Мы хотим пожелать Мы хотим пожелать Юрий Больших Творческих Успехов Здоровья Юрий Больших Творческих Успехов И всего самого хорошего За его золотые ручки спасибо И вам спасибо большое Спасибо большое за шикарный отзыв Юр, давай продолжать радовать наших телезрителей Играем следующую песню Шел казак со службицы Ай, шел казак со службицы Зашел казак в кабак Сел казак на лавочку Закурил табак Здорово, брат, сложивай, куришь ли табачок Требочка на делом Дай курнуть разок Требочка на делом Дай курнуть разок Какая позолота С весь бою по краям Чудная работа Продайте трубку нам Чудная работа Продайте трубку нам Ай, нет, брат, ни промена Но работа не моя Требочка заветная Продать ее нельзя, нельзя Когда было сражение под грозным именчугом Требочка схвачуя Все мне нипочем Требочку схвачуя Все мне нипочем Вот полк наш несется Ай, робди на повал А выстрел раздается И командир упал Упал И выстрел раздается И командир упал И кровь лила я с раны Я заскочил с коня И лачим и басармани Убили бы меня По счастью деревушку Вблизи я увядом Снес его в избушку И сам остался там Снес его в избушку И сам остался там Спасибо, благодетель Мой друг души моей Будешь ты владетель Трубочкой моей Будешь ты владетель Трубочкой моей Друзья, продолжаем Программа к нам приехала На телеканале «Ля Минор» Алло, здравствуйте Дима, добрый вечер Добрый вечер Владимир Павловский посад Очень приятно Владимир, пожалуйста Юрий Чербаков Ваши вопросы Во-первых, я хочу вас поблагодарить За гостя И за добрые песни Спасибо Юрий, добрый вечер Здравствуйте Вы знаете Вот слушал песню Вот эту вот Про цыганку Слушал Слушался слова И что-то вот Что-то такое Непонятное творилось И потом Как обухом По голове Вот 55 лет назад Буквально Скинули вы мне Я глаштанный пацан И мои родители Поют эту песню Я уже давно забыл Про нее И тут вот вы мне Напомнили Что-то так резануло По сердцу Спасибо вам Во-первых Во-вторых Юра Я попрошу вас Никогда не заканчивайте С этим делом Мы стали забывать Нашу историю Даже не забывать А менять ее На какую-то Заграничную А свое родное Мы глубже Спасибо вам И вам спасибо большое Юрий Чербаков У нас сегодня в гостях Ну а вот Следующая песня На самом деле У нее есть Своя собственная история В моей жизни Я услышал Первый альбом Юры Чербакова Романсы верхнего дона И вдруг Неожиданно У меня пронзило Точно так же Как вот Владимира Который Нам только что позвонил Я тоже узнал Одну из песен Которую пели Мои бабушки Про бабушки Когда собирались За столом Называется она По-разному Ну вот у Юры Она называется Катя-пастушка И должен сказать Еще следующее Следующее Я ставлю эти песни На радиостанции И вот однажды По каким-то Техническим причинам В одном из городов Вещания нашей Этого радио Прервался сигнал Из Москвы Вот И мне прислали Несколько смс К Дмитрию Евгеньевич Поставьте ее Пожалуйста В следующей программе Интересно узнать Чем там все Закончилось Предлагаю слушать Этот детектив Замечательный Как-то Ранней весной Пасла стада овец Деревенская Катя Пастушка И понравился ей Чернобровый Андрей Чернобровый красавец Андрюшка Давай, Катя, с тобой Эх, давай, Катя, с тобой Переменим всю жизнь Деревенскую Деревенскую на городскую Разодену тебя Ох, шелкобархат атлас И куплю тебе шаль голубую Разодену тебя Ох, шелкобархат атлас И куплю тебе шаль голубую И поверила Катя Всем этим словам И красавец Андрей в город едет А Катюше сказал Ох, как найдете На жилье Так на тройке За нею приедет Вот уже годик прошел Ай, Андрея все нет О, Катюше Ребенок родился Хотя сына берет Ой, и свет белый идет Катя едет Разыскивать мужа Катя сына берет И свет белый идет Катя едет Разыскивать мужа Научилась она Водку горькую петь Научила Эсана Андрея И научилась она Ой, в рестораны ходить Там и встретила Мужа Андрея Здравствуй, муж дорогой Я, Катюша, твоя Как давно я тебе не отдала Посмотри на него Посмотри на него Ой, на сыночка слава Твою память Андрея Отойди от меня Я не знаю тебя Да и видеть тебе не желаю А за сына того Что ты мне говоришь Я за сына его не считаю Засверкали глаза Заблестал в руки нож Хотя ножик Андрея Андрею назила За измену твою За неправду Вот за все я тебе отомстила За измену твою За неправду твою Вот за все я тебе отомстила Дали срок небольшой Тут сидела я нам Жить, Катюша, в деревню вернулась И как прежде она Ой, со ста домовец От весны до осени ходить И как прежде она Ой, со ста домовец От весны до осени ходить Вот такая песня, друзья Вот так там все заканчивается Алло, здравствуйте Здравствуйте, Зима Добрый вечер Пожалуйста, Юрий Щербаков Как зовут вас и откуда позвонили? Я звоню Наталье Ивановне Из города Пензы Я хочу обратиться к Юрию Юра, я хочу передать тебе Самые лучшие пожелания Тебе, твоим близким Ангела-хранителя Вдохновение в твоем творчестве Твои песни проникают До самой глубины души Я сама из деревни И люблю казачьи русские песни И песню Ах, зачем эта ночь Так была хороша Пела мне покойная бабушка Твои песни напоминают нам Кто мы есть А не Иваны, не помнящие отства Как иногда про нас говорят Насколько богата наша история Наши истоки, культура Насколько богат наш русский народ Духовно Мы соскучились Нам не хватает в жизни Таких песен Огромное спасибо И низкий поклон За такой чудный концерт За твое творчество Спасибо, Христос Спасибо большое за вопрос Даже не за вопрос А за эмоции Донесенные до исполнителя Замечательных песен 617-95-55 Телефон прямого эфира Друзья, звоните Есть еще время Либо высказать Юрию Щербакову Какие-то слова Либо задать вопрос Юр, скажи, пожалуйста Мне бы тоже хотелось Немного сказать, конечно Вот тоже была женщина Брава Почему у нас Ну как-то уходят, да? Эти песни Почему? Есть и исторические песни И лирика И старинные Там и 16-е И 17-е века, да? Песни Все уходят У нас, правда, богатейшие истории И в них же Вся наша история Указывается в песнях И Кавказская война Конечно Ну и Баня совсем Вот И жизнь вся проходит Через песни Там очень много Большая информация В них заложена Кот такой Алло, здравствуйте Юрий Щербаков Пожалуйста, ваши вопросы Слова Добрый день Добрый день Это вас беспокоит Из Хакасии Говорите, пожалуйста Алло Да-да-да Говорите, пожалуйста Это беспокоит Из Хакасии Спасибо большое Юрию Щербакову За его песни За его добрые Душевные Вот эти песни Которые мы Слышали С самого раннего детства Всего доброго До свидания Спасибо вам большое Юр, дальше у тебя за Точнее Песню Объявлю сейчас Чуть позже Я почему И спрашивал По поводу того Кому пришло в голову Записать твои песни На альбомы Потому что Сиди-диск Который записан Это считаю Это считаю Уже навечно Он помещен В такую Ну библиотеку Что ли Да Потому что Твои песни Можно разыскать Сейчас через интернет Слава богу Их можно скачать Слава богу И можно купить Диски То есть Как минимум С твоим творчеством Можно знакомиться Не только на концертах То есть Это как Ну это увеличивает Аудиторию И поэтому Вот Очень важно Физический носитель Все-таки Это важно Важно Еще раз важно Матросы и моряки Тоже С Володей Бурдиным Здесь уже Это второй записан Тоже ему Дай бог здоровья Что окликнул Подсобил В этом деле Матросы и моряки Дальше у нас песня Ой Сейчас плодом Сядемся Так Как же она начинается То у нас Матросы и моряки Вы Ваши Губки Вы Возьмите Меня С собой Сядь Одной Ёбки Вы Возьмите Меня С собой Сядь Одной Ёбки Если хочешь Быть Моей То едем Мы Со Мною Я На платье Тебе Дам Будь Моей Женою Ой На платье На платье Тебе Дам Будь Моей Женою Моей Я Моей 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 И матросы замуж не возьмёт, Только насмеётся. И не позлыхалась дочь К матрину совету, И поехала с моряком В край белого свету. Она и поехала с моряком В край белого свету. Прошёл год, и дядь другой, И дочь идёт он и Элан, И на руках она несёт И матросёнка сына. Ой, прими, мать, прими, родная, Семья не большая, Матросёнка будет звать И бабушка родная. Ой, мать, растёнка будет звать Бабушка родная. Ай, иди, дочь, иди туда, С кем совет держала, Моя лиса, это моя вам Смахать не желала. Ай, пойдём, сын, Пойдём туда, И нас тут не примают Синяй море голыбака И нас там ожидают. Ох, осиняй море голыбака И нас там ожидают. А подошла девчонка к морю, Громко заройдала, И последненький разок Сына целовала. Ой, он на утро По волонам Женский труп несётся, А матрос на корабле Едет и гад смеётся. Опять же, жестокий романс в эфире телеканала «Ля Минор», друзья. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, пожалуйста, Юрий Щербаков, ваши вопросы. Это у нас, это говорит, родный Казахстан. Очень приятно. Жукова Тамара Васильевна. Амара Васильевна, пожалуйста. Большое спасибо за ваши песни. И вам спасибо, что позвонили. Хотелось бы услышать, если в вашем репертуаре есть такая песня «По чуському тракту». Песня «Легкого шофёра». А, «По чуському тракту». Да. Нету. Зил ещё. Зил им и Аму ещё её называют по-разному. Такую пока не знаю. Так что, если что, не серчайте. Это достаточно молодая песня. Спасибо большое за слова в адрес Юрия Щербакова. «Имел я деньги при большие». Да. Это интересная песня. Тоже станица Алексеевская. «Имел я деньги при большие». «Имел я домик на Тверской». «Имел карету по трёх лошадок». «Всё я пропил, ай, братец мой». «Имел карету по трёх лошадок». «Всё я пропил, ай, братец мой». «Жену я пропил за кусошку, ай, сына в карты проиграл». «И теперь, наверное, не воротишь всё, что я пропил, ай, проиграл». «Теперь, наверное, не воротишь всё, что я пропил, ай, проиграл». «Бывал, зайду я в ресторан, сыграй в лесок, сыграй другой». «Теперь, наверное, не сыграй, ай, карман дерева, ай, весь постой, ой, 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 ой». «Бывал, ещё голем пройдусь, девочонки машут мне рукой». «Теперь я только появлюсь, а шею гоню, ай, братец мой». «Теперь я только появлюсь, а шею гоню, ай, братец мой». «Ложусь я спать и засыпаю, и где жена, и где сын родной?» «Лежу я слёзы проливаю, ведь всё я пропил, ай, братец мой». «Алло, здравствуйте». «Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, я Юрий. Я звоню с Москвы, меня зовут Вячеслав». «Пожалуйста, Вячеслав». «Хотелось бы сказать огромное спасибо Юрию, потому что очень приятно слышать такой репертуар». «И вопрос такой, я сам родом с Украиной, и хотелось бы узнать, нет ли у Юрия в репертуаре украинского чего-то?» «Вот так вот хотелось бы узнать». «Спасибо». «Пока ничего нет украинского». «Пока нет, но артист работает над этим». «Подумаем над этим вопросом». «Юр, а как вообще в репертуар в твой попадают какие-либо песни? Они каким-то образом трогают самого, или как-то можно ещё и по заявке, чтобы они попали?» «Ну, во-первых, и самого трогают. Песен много, их надо изучать. Так вот тоже задумался немножко, да, вот протяжные песни тоже уходят, да. Романс, вот эта лирика, как-то она больше ложится под гармошку. И была такая мысль, если уж и это, уйдёте, романс в этот жанр, да, городской романс, вот этот, так скажем, тогда вообще у нас, что тогда останется? Ну, надеемся, что не уйдёт Юрий Щербаков. А песни-то жизненные, хорошие. Почему их иной раз не поют ни коллективы, да? Вот, фольклорные, нас вот привыкли иной раз трендобожки одни играть, и всё. А почему такое? Настолько много песен, богатые. У нас страна богата этим песням. Их надо учить, ну, нельзя никак это забывать. Не будем мы, я, конечно, извиняюсь, современные всё время трендобожки-трендобожки петь. Тентервентиль, тентервентиль. Как это ещё назовёшь? Есть, конечно, мужики, я согласен, какие-то интересные тоже вещи. Но когда мы своё-то будем что-то делать, ведь у нас богатая культура, почему мы всё это забываем? Иной раз хочется сказать, вот, глянешь на рекламу, на всё вот это, может, я, конечно, не прав. Ну, в душе, вот, да любой скажет из людей, сколько это можно терпеть. Беспредел такой. Юрий Щербаков, друзья, молод. Слава богу, всё хорошо, поэтому, в общем, да и занимается, собственно говоря, тем самым делом, которое, судя по вашим звонкам, вам понравилось сегодня очень и очень. Добрый вечер, как зовут вас, откуда вы? Я из Марио, Татьяна. Очень приятно. Татьяна, пожалуйста, Юрий Щербаков, всё, что хотите. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Из Марио, ага, понятно. Я слушаю и смотрю сейчас этот телевизор, да, как приятно посмотреть и послушать Юрия Щербакова. Вот ведь прямо целая история наша, России, да. И вот у меня такая просьба была бы, можно нет, там вот Сыкров у меня пел песню. Ой, ты Галя, Галя. Нет, привязали Галю и вот косами как-то вот. Косами, косами. Да, да, да. Вот у нас есть, у нас есть друг у меня, вот он ее хорошо начинает, а я только за след иду. Могу проиграть немного лишь. Слова я там путляю. Так что, ради бога, на это не обижайтесь. Ну вот, собственно, и все. Я не буду слова пока, чтобы не перепутать. Если что, извиняюсь. Не для меня. Очень хочется, чтобы прозвучало вот прям вот. Хорошо. Не для меня ясно придет. ПЕСНЯ 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 тоже у бабушки в тетрадке и отец говорил когда это я пел молодость поэтому сейчас я постараюсь и вспомнить все же таки ничего страшно если там зовут уже тебе сейчас скажет в том саду ресторан подошел паренек чернобровый парень в кепке да зуб золотой разрешите присязь с вами рядом одинокий нарушить покоя предвинулся к елечке ближе парень в кепке да зуб золотой и предвинулся к елечке ближе парень в кепке да зуб золотой эта лёля служила в отделе а начальник её боевой он давно уж следил за этим парнем парнем в кепке да зуб золотой и послал лёлю в садик начальник поручение дал ей одно завлечь парня того чернобрового парня в кепке да зуб золотой завлечь парня того чернобрового парня в кепке да зуб золотой задержали я воин на рассвете он преступник был очень большой знал что лёля инспектор петровки парень в кепке да зуб золотой прижла лёночка утром на службу я и был отдан приказа боевой обедь парня в семнадцатой камере парня в кепке да зуб золотой он бандит преступник высшей марки ему бед был отец твой родной знал бы кто ты тебя бы убил бы он парень в кепке да зуб золотой вошла в камеру пьяной вошла в камеру пьяной походкой прицел взят был дрожащей рукой грянул выстрел и рухнул тот парень парень в кепке да зуб золотой грянул расстрел и рухнул тот парень поле выпила зуб золотой Друзья, Юрий Щербаков в гостях сегодня на телеканале Леаминор Юра, скажи, пожалуйста, можно ли разыскать о тебе контактную информацию как-то связаться с тобой с помощью интернет? Если у тебя сайт, ну или хотя бы страничка какая-то, то есть вот люди, увидев тебя, захотят, например, пригласить, либо просто получить каким-то образом твои диски, как это можно сделать? Да как, вот последний, который выпускали, это SBA Records, это можно легко набрать в интернете, обратиться к ним. Ну, а сайта своего у тебя или странички еще нет? Ну, я думаю, что надо это делать, потому как, вот, кстати, мне подсказывают наши редакторы, что, друзья, за информацией обращайтесь на сайт телеканала «Ля Минор», там есть достаточно серьезное описание того, что Юра делает. Ну и надо ли говорить о том, что видео сегодняшнее будет выложено к нам на сайт в том числе. Юра, спасибо огромное, что приехал, я, вот, сегодня хороший день, все сложилось, и мы вели переговоры, на самом деле, достаточно долго, практически месяцев 8 пытались соотнести приезды Юры в Москву с расписанием телеканала «Ля Минор». Слава богу, сегодня все произошло, и Юрий Щербаков в гостях на телеканале «Ля Минор», друзья, потому что слушать записи самому и не делиться ими с товарищами, не показывать такого замечательного артиста, кощунство практически. Юр, у нас совсем мало времени, когда ждать от тебя следующих альбомов, и когда вообще начнется тур по стране, потому что ты же чувствуешь, что людям это надо. Мы что, артисты, аж не выговоришь, что ли? Ну, диск запишем, я думаю, в скором будущем. А пока я ничего больше остального не буду вытарить. Друзья, вот он такой, Юрий Щербаков. Огромное количество людей, которые борются за звание артистов в шоу-бизнесе, вот за то, что за те достижения, которые у Юры Щербакова уже есть, отдают миллионы долларов. А здесь просто шикарные песни и шикарная подача. Юрий, спасибо огромное, еще раз тебе удачи, и дай бог, чтобы все было хорошо. На прощание будем как выиграть? Уже, к сожалению, нет. Ну, все. Тогда вам тоже огромное спасибо, что пригласили меня сюда, чтобы пообщались с телезрителями тоже. Всем здоровья и счастья.